Вот сегодня у нас 4 июля, показы интересно. Машина застряла, за ней ездили. На первом мостике не могли поднять. Пока за другой ездили, говорю, позавтракать. А сам поехал там пока рулить машину. Гляну, а там почти прорва была весной. Через первый мостик. Вот это наделали бы делов. Ну я сразу организовал команду, кого взять с собой. Галендухин приехал, все собрались. Я говорю, кто ехал ночью до обеда спать. А после обеда? А после обеда, я говорю, купаться пойдете. Довольная там прыгает. Ну и тут меняли, меняли. Кого? Оля большая девушка, легла спать. Одну не оставишь. Крутили, вертели, оставить Нестора. Но Нестор в огороде там тяпает. И тогда решили главного работника лишиться. Это Марину Христенко оставили там. Вот. А дочка ее, видишь, берется, бегом уже начинает. А то не знала как. Расшевелили. А это вот он бочки нагружает водой и разбавляет. Это Игорь Барабаш. Попутно поговорил с Виталией Калиниковым. Ну еще можно, говорит, работу дать тут какую. Вот он заправляет водой. Все время подъезжает сюда и заправляет водой. Вот уже польза от нашего пруда. А то, говорит, толстолобика 25 тонн. Да у нас 25 грамм даже никто не ловит. О, ребята, вот это, я понимаю, тройка. Выверенные работники. Давай. Все, я сейчас за вами следом. А как одет ты, все шагает. Это набрали что-то. Солома лежит. Солома, четыре мешка. Какая тут тяжесть. А то судят. А вот то другое. Детей, рабство. А когда увидели, как везут эту Полину, Аполлинарию, и она смеется под видом бояриня-то. Дети-то веселые у вас, счастливые. Ну, разные. Надо приучать к работе. Я вчера эту Аполлинарию, около себя, я полю пять рядов картошки, а она один. И они не успевают. Как попало. А Фрося, там просто горит у нее в руках все. Насколько. Фрося ставил, в пример, раз пять вчера. Правильно, неправильно, но... Ну, получилось вот так. Сегодня матери выговорил, как же так, ты девчонку-то не приготовила к жизни-то. Да разве можно так? Ей же жить. И жить надо... Нашим атаманам не приходится тут жить. А что же это? Вот они. Пошли. Сейчас я их догонять буду. А это Игорева техника. Ну, договорился 80 часов отработать Виталию. Примут, вот печать поставят. А какую работу уж найдут. Он не понял сначала, думал, у меня будет работать. Нет, я говорю, у меня негде работать. Я сам каждое утро, Володя, ты мне какую-нибудь работу дай. Говорят, сейчас вчера считаю, потенция у мужчин, там женщин 60 лет, кончается, поэтому нет интереса, и это замирание. Да неправда. Цель великая, она дает великую силу. Я каждый день на работу, они смеются. Это мужики, большие настоящие, за вами не успеешь. Ну, конечно, я раза три только одежду меняю, сушу. Полностью мокрый, как будто в ванне вымочили, вспотевший. Ну, ничего тут такого и нет. Вот так. Вот сижу около Игоря, вижу, он работает уже, согнулся. Это его техника, к покосу готовится. Игорем кормятся многие. Вот они заворачивают. Все, поехал. Так, на первом мостике тут весной была неприятность. Сколько я ездил, не видал. А сегодня машину-то охранял, я-то увидел. Ну и сразу мобилизовал. Вот Рося, Володя и Аполлинария. Аполлина там давит. Подвозит. Это первый мост. Первый мостик. Ну, каменистая, чтобы люди знали, как тут. Туда вплотную их стенки поставьте. Тележку-то не надо сюда возить. Вон там, около велосипеда, чтобы дорога была свободная. Маленько отверните от велосипеда и назад туда дождайте. Во, хорош. Разворачивай. Во. Ну, а теперь все сюда перетаскивайте. Давайте, тащите. Вот она как. Воду поднялась. Здесь снегом засыпано было. И вода не могла пройти вниз. Она поднялась в уровень выше. И вот начала пробивать себе дорогу. Вот так взять, если это считать, что больше метра прошла. И вот она шла через дорогу. И вот здесь уже промыв. Это нам все надо заделать. Непременно заделать. Вон она как вышибла все. Камни. Сумеем это подобрать, нет? В деревне всегда работа найдется. Дурить-то некогда. Там погнала Анфиса, хоров. Это вот первый мостик такой. Это настоящее тоже озерко получилось. Хотя мы и не хотели этого делать. Хорошо бы, если она протекала, вода. Вот теперь дно видать. Вот проходит. Найди себе какие камни, по которым ходить. Чтобы ногу не замочить. Надо идти по тем камням, по большим. По большим идите, вперед, дальше. Вот здесь клади его. Ну, ну, за руки только, никогда на дороги не ставь. Все, следующее. Лопаты все переносите. Так. Поближе туда иди. Поближе туда. Большие камни, по большим. Не спеши. Фрося как по воздуху летит. А там дрочит. Клади сюда. Фрося ловкая. Особенно, когда они, как королеву, везли боярами Морозову. Смешно. Та, давит тележку, никого не смотрит. Только платье, чтобы орщить. Глядите под ноги, не запинайтесь. Иначе коленки разобьете. А, ну, Володя старается. Еще только-только выгнали, считай, коров. А мы уже вот второй раз туда приехали. А вот камыши растут. А у камышей вверху это бальки называются. Очень опасная штука. Зажжешь, она может там несколько дней тлеть, и не узнаешь. Она, девчонка, так вот пакости творила. Пожар. Ну вот. Давайте еще там еще. Сюда складывай. С дороги только, чтобы... И туда-туда принесите, что там, ломик есть. Выдергай. Но остальное, может, и не потребуется. На всякий случай. Клади. Клади, взять ломик, выдергу. А? Ломик, выдергай, что еще? Ну, что там, выдергай, ломик и выдергу взять, на всякий случай. Все, не надо, коров. Все. Ладно. Он принесет там. Все, сейчас помолимся и сразу за работу. У нас получится. Вот кого тут, видишь? Вот его две ямки. С этой стороны. Кувалду-то не взяли, ну, ладно. Много чего ненужного взяли, а кувалду не взяли. Кувалду не взяли? Да. Много ненужного взяли, а вот кувалду не взяли. Значит, порядок такой. Сейчас начинаем, я расскажу, где помолимся. Я вот, видишь, сколько сегодня. Вот это вот за утро, вон до тех пор это я один выложил. Камнями. Камни, конечно, большие, они подсильные. Но с той стороны, ты глядишь, тоже промыло как. И это надо будет тоже доски там заложить. Вон там они, есть доски. Камень какой-то откатился. То есть нам все абсолютно ясно. Кто-то был бы большие камни с той стороны поднести, это было бы здорово. Ну, как Бог даст. Все на этом.